В эфире программа КРИК КРИМИНАЛ КОММЕНТАРИИ В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе. Финальный аккорд. В Усть-Куломском суде вынесли приговор руководителю участкового лесничества. Почему для него не нашлось нисхождения? Волшебник в форме. Полицейский Дед Мороз навестил проблемные семьи Сыктывкара и принес им много радости. Кому он еще планирует заглянуть? Криминальная стипендия. Два однокурсника решили подработать на телефонных мошенников и угодили в СИЗО. Кто теперь им будет слать передачки? В Сыктывкаре посиделки в одном из ресторанов микрорайона «Орбита» омрачились сильным задымлением. Пришлось эвакуировать 250 посетителей заведения. Прибывшие пожарные расчеты возгорания не обнаружили. По их данным, задымление произошло вследствие аварийной работы системы вентиляции. Впрочем, сами отдыхающие, многим из которых не удалось взять верхнюю одежду, и пришлось ждать на улице в накидках, после окончания ЧП вернулись к праздничному столу. В нашумевшем деле усть-Кломских лесничих вынесли второй приговор. Напомним, в конце ноября 3,5 года колонии строгого режима и штраф в 2,5 миллиона рублей получил по решению суда бывший главный лесничий района Александр Кондрашкин. Чиновника задержали год назад в результате спецоперации регионального управления ФСБ после передачи 260 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. В то же утро с поличным взяли его подчиненного, руководителя деревянского участкового лесничества Ивана Острякова с тем же бизнесменом и также при передаче взятки. Как договаривались, у нас было полторы на 30, да? Да. На 30 это где-то 45. Будешь считать? Нет. 45. Ну большое спасибо, что пошел на встречу, что ты... Спасибо большое, да. Даем. Даем. Фамилия и младшество? Фосаков Иванович. Год рождения? 65-й. Что только что получали от Италия Ивановича и Ягушева? Взаймы взял деньги. Сколько? 45. Следствие установило, начиная с 2015 года, Ивана Остряков получила от двух местных предпринимателей, в том числе через посредника, взяток в крупном и в значительном размере на общую сумму в 420 тысяч рублей. Следствием и судом установлено, что в период времени с 2015 по 2021 годы лесниче получил от двух индивидуальных предпринимателей, которые занимались лесозагодовительной деятельностью, незаконное денежное вознаграждение. За это подсудимый положительно решал в их интересах вопросы, связанные с выделением земельных участков, заключением договоров купли-продажи лесных насаждений. Кроме выделения выгодных для предпринимателей участков подрубку, которые затем они выкупали через аукционы, Остряков закрывал глаза на нарушения при приемке вырубленных делянок. В принципе, тем же сам занимался и Кондрашкин. Кондрашкин и Остряков оказывали вообще покровительство по службе. Они проводили лично, а также не инициировали проведение проверок подчиненными сотрудниками в части соблюдения технологий разработок лесосек на земельных участках, на которых и данные индивидуальные предприниматели производили лесозагодовительную деятельность. А по окончанию рубки лесных насаждений производилась беспрепятственная приемка лесных участков. Александру Кондрашкину учли его пожилой возраст, состояние здоровья, статус ветерана боевых действий и назначили наказание ниже низшего предела. Ивану Острякову таких смягчающих обстоятельств не хватило. Приговор вынесли почти по минимальной планке. 8 лет колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей и конфискацией полученной взятки. Кроме того, ему на 5 лет запрещены руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Решение Усть-Куломбского суда еще не вступило. В законную силу. 5 тысяч рублей в доход государства ежемесячно обязали платить по приговору Каркировского суда 33-летнего Владимира Крапивина за трагическую оплошность на охоте. В декабре прошлого года он в компании трех напарников отправился добывать по лицензии лося. Выслеживали Сахатово в 55 километрах от поселка Студенец Усть-Умского района. Компания этих охотников сложилась стихийно, быстро. Несмотря на значительный опыт, учитывая то, что они не работали в команде, не знают своих охотничьих привычек каждого из участников этой команды, в таком вот составе и коллективе, надо быть крайне осторожным. Однако, потеряв бдительность в торопях, произошел вот такой несчастный случай. Один из охотников, видя небольшое колебание ветки, прицелившись, ошибочно воспринял своего товарища, с которым он направился на охоту за крупное рогатое животное. Пуля из карабина попала охотнику в ногу. Из-за поврежденной бедренной артерии началось сильное кровотечение, которое не удалось остановить своими силами. Раненый охотник скончался во время транспортировки. А ЧП в лесу сразу сообщили в полицию. Всех участников роковой охоты допросили. По факту неосторожного причинения смерти началось следствие. С учетом полного признания вины, извинений родственникам погибшего и возмещения им морального вреда, Каркировский суд решил не привлекать горе охотника к уголовной ответственности. Назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 10 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала это решение и добилась пересмотра дела. Приговор огласили и на этот раз назначили Владимиру Крапивину уголовный штраф в 60 тысяч рублей. У него остается право подать апелляцию. В Книжпогосском районе 25-летний житель поселка Мещур выслушал приговор за курьезную кражу со взломом. По версии следствия, в ночь на 17 июня Валерий Руссу забрался в небольшой магазин, чтобы нажиться продуктами. Когда уже оказался внутри, нашел под прилавком набитый купюрами кошелек и пакет с мелочью. Как выяснилось позже, лежавшие в кошельке купюры на сумму 50 тысяч рублей оказались ненастоящими. Фактически размер похищенного составил 400 рублей. Именно такая сумма, видимо, нет, находилась в пакете. Неоригинальность купюр молодой человек обнаружил не сразу. Однако возвращаться в торговую точку он не стал и решил удовольствоваться похищенными монетами. Потерпевшая хозяйка магазина пояснила, что специально оставила фальшивки. Ларек систематически обворовывает. Чтобы не потерять товар, оставила кошелек с фантиками, который взял взломщик. За кражу монет Валерий Руссу получил год условного лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства ему учли наличие троих детей и беременность супруги. Приговор еще не вступил в законную силу. Полицейский Дед Мороз стучится в двери. В преддверии Нового года сказочный волшебник приходит в дома неблагополучных семей в Сыктывкаре и вручает подарки не только детям, но и их родителям. Кто-то уже встал на путь исправления, кому-то нужно еще над собой поработать. Однако никто не останется без внимания. Подробнее о благотворительной акции расскажет Ольга Коняева. Здравствуйте. Дед Мороз к вам в дом идет. Накануне Нового года полицейский Дед Мороз посещает неблагополучные семьи с детьми. Вместо Снегурочки инспектор по делам несовершеннолетних. В красном мешке сладкие подарки, мягкие игрушки и раскраски. Все это покупалось на деньги, собранные сотрудниками Сыктывкарской полиции. Подопечные стражи порядка живут небогато, поэтому презент приготовили и для взрослых. Пакет с продуктами к новогоднему столу. Сейчас мы посетили две семьи. Семьи состоят на учете неблагополучных семей в ПДН УМВД по городу Сыктывкару. Основная причина постановки на учет этих семей было злоупотребление алкоголем родителей. Мать этих ребятишек в прошлом частенько любила приложиться к бутылке, поэтому ее дочь и двое сыновей нередко оставались одни без присмотра. Женщина уже долгое время не пьет и нашла постоянную работу. Положительные изменения в ее жизни начались с появления мужчины. Пока все окончательно не наладилось, инспекторы ПДН продолжат опекать эту семью. Будут они приходить и по другому проблемному адресу. Мама с дочкой и трудным подростком тоже стараются показать себя с лучшей стороны. Но пока еще не все гладко. Старшая 16-летняя дочь этой женщины перестала ходить в школу. Сейчас это проблема на особом контроле полицейских. Ну, дочечка у меня тут немножко закурылесила. И вот мы из-за нее тоже тут немножко пострадали. Так, сейчас все нормально, все наладилось со всеми отношения хорошие. Эта мама двоих детишек очень радует полицейских. Как и многие поднадзорные, женщина раньше злоупотребляла спиртным. Однако собрала волю в кулак и изменила жизнь к лучшему. Для этого она целый год была с детьми в центре реабилитации. Мне очень там понравилось, хотя там есть определенные особенности, с которыми не все как бы справляются, но мы выдержаны. И со мной было двое детей. И в принципе у них там жизнь возможна. Можно там жить и адаптироваться, привыкнуть. Но если немножко преодолеть вначале вот некоторые нюансы. Ну, так вот, мне так, например. Ну, потому что на меня очень хорошо повлиял центр. Новогодние праздники женщина планирует провести с детьми в Санкт-Петербурге. Помимо экскурсионной программы, хочет еще раз посетить реабилитационный центр, благодаря которому кардинально поменяла жизнь. Сейчас решается вопрос о том, чтобы снять ее с учета в ПДН. В ближайших планах полицейского Деда Мороза не только неблагополучные семьи. Собирается посетить зимний волшебник, подшефные детские дома, приюты и больницы. А еще детей сотрудников МВД, которые сейчас несут службу в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Воркутинский наркополицейский сдержали мужчину, у которого нашли пакетик с коноплей весом в 30 с лишним граммов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Со слов злоумышленника, наркотическое средство приобрел, находясь за пределами города. По месту жительства воркутинца проведен обыск, в ходе которого изъято курительная трубка с веществом, весы, шприц с налетом вещества. Уголовное дело расследует воркутинская полиция. За незаконное приобретение и хранение дурмана жителю Заполярья грозит до трех лет лишения свободы. Покусились на легкие деньги, а теперь ждут суда за решеткой. По меньшей мере, шесть сыктывкарских пенсионеров стали жертвами коварных аферистов. Злоумышленники под видом сотрудников прокуратуры обзванивали пожилых людей и рассказывали им о вымышленных авариях, в которых якобы угодили их дети. Запугивали стариков уголовным преследованием и выманивали у них последние сбережения. Репортаж Антона Булаева. 3 декабря на мобильный телефон пенсионерке позвонил неизвестный, который застал пожилую женщину врасплох. Мужчина с характерным южным говором представился сотрудником прокуратуры и сообщил шокированной сыктывкарке о несчастье. Якобы ее дочь спровоцировала жуткую аварию, в которой серьезно пострадал человек. Лишь срочно дорогостоящая операция способна минимизировать последствия ДТП и уберечь родственницу от уголовного преследования. Со слов данного мужчины к нам приедет представитель, молодой человек, которому надо будет отдать деньги и проблема наша будет решена. Денежные средства мама копила, те, которые находились дома, были в долларах и в евро. Это было 3750 долларов и 1300 евро. Никаких подробностей, как произошло дорожно-транспортное происшествие, в чем моя вина, не поясняли. Единственное, не давали возможности отключиться от разговора. Постоянно перезванивали то одни, то другие. Просто заговаривали, чтобы мама не смогла ни мне позвонить, ни каким-то родственникам. Пожилой женщине пригрозили, если она вздумает куда-то обратиться, помогать дочери никто не станет. Все сбережения по указанию псевдопрокурора пенсионерка передала юноше-курьеру. На следующий день опечаленная горем мать встретила ничего не подозревающую дочь на пороге своей квартиры. Так она узнала об обмане. Оказалось, на удочку мошенников попались еще как минимум 5 сыктывкарцев. Ущерб составил более 900 тысяч рублей. Задержать 18-19-летних юношей, которые приходили к старикам и забирали их деньги, удалось в одном из торговых центров. Прошу прощения перед жителями города Сыктывкара за свои мошеннические действия. И обещаю впредь подобным никогда не заниматься. Злоумышленников задержали с поличным в момент, когда они пытались отправить подельникам деньги очередной обманутой пенсионерки. О том, что стало жертвой мошенников, она узнала от полицейских. В социальной сети Телеграм, получается, им поступило предложение о работе, на которое они согласились. После чего получили инструкции, как именно нужно действовать. Инструкции по технике безопасности, то есть надевать маски на лица. Соответственно, их проинструктировали, что необходимо говорить людям, когда они приходят за деньгами. И также им сказали определенную фиксированную ставку. То есть 5% от любой суммы, которую они забирают и переводят. Данные молодые люди понимали, что совершают преступления. Но в связи с тем, что решили заработать быстро денег, на это пошли осознанно. В отношении приятелей, которые ранее никогда не имели проблем с законом, возбудили уголовное дело. На время следствия курьеров поместили под стражу. За желание поправить свое материальное положение легким, но нелегальным способом, студентам грозит солидный срок. Сейчас силовики устанавливают личности их загадочных работодателей. Программа «Крик. Криминал. Комментарии» подошла к концу. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа не только на страничке ВКонтакте, на сайте юрген.рф. Теперь нас можно найти и в прямом эфире в видеохостинге Рутуб. Следующий выпуск «Чрезвычайных происшествий» смотрите в среду. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...